Российские удары с воздуха и ответный артиллерийский огонь. В таком ритме в последние недели живёт Бахмут, расположенный в 89 километрах к северо-востоку от Донецка, как и многие другие населённые пункты Донбасса. При этом аналитики отмечают, что война переходит в новую фазу. Россия готовится к украинскому контрнаступлению между Запорожьем и контролируемой российскими властями Хрессонской областью. Генеральный секретарь он назвал самоубийственными. Любые военные действия вокруг Запорожской АЭС, которая в субботу подверглась обстрелу, и призвал немедленно прекратить их, чтобы инспекторы МАГАТЭ могли получить доступ к крупнейшему в Европе атомному объекту. В воскресенье Киев посетила американская актриса Джессика Чистейн, ставшая четвёртой голливудской знаменитостью после Бена Стиллера, Шона Пенна и Анжелиной Джоли. Она встретилась с пациентами онкологического отделения детской столичной больницы Ахмат Дед. В её программе также была встреча с президентом Владимиром Зеленским и посещение Ирпении. Накануне ещё четыре гружённых зерном судна покинули украинские порты. Всего с начала заключённой 22 июля под эгидой Турции сделки восемь судов направились в порты назначения. Наблюдатели отмечают, что это редкий дипломатический прорыв и что воюющие стороны могут в принципе договориться.